Вечер добрый, это программа Город говорит, и мы продолжаем в этой студии обсуждать, как можно сохранить редкие виды птиц на территории Пензенского региона. Сегодня у нас в студии ведущая орнитологи Пензенской области. Это заместитель директора по науке Государственного природного заповедника Приволжская лесостепь Ирина Лебежинская и член общественного совета Министерства лесного, охотничьего, хозяйства и природных ресурсов Пензенской области Вячеслав Фролов. Здравствуйте. Здравствуйте. Проблемы упираются что, в деньги? Что нет финансирования? Нет, вот помимо денег проблема упирается еще в желание и в волевое решение людей, которые в администрации за это отвечают. Все-таки какие-то меры предпринимаются. Какие? Например, в прошлом году, я знаю, что были выделены деньги, даже, по-моему, не первый год выделяются, на создание искусственных гнездовьев Филина. Филина. Ну и результат. Так... Чего? А вы думаете, вот ящик поставил, и он сразу там загнездился? Возникает вопрос, а ящики расставить можно и по другой программе? Какие проблемы? Нет, ну, все-таки какие-то программы. Я вообще, вот просто, опять же, мы возвращаемся к другому вопросу. Орнитологическая среда, орнитологическая среда, вы правильно сказали, редкая специальность. И если раньше, вот, у нас было два орнитолога, работающих в Пензенской области, я имею в виду, по всей Пензенской области, Ирина, ты работаешь на этих участках. Ну, я по территории Сахалинка. Значит, это был доктор биологических наук Муравьев Игорь Владимирович. Ну, в августе его не стало. Ушел из жизни. Вот остался я один. Возникает вопрос. Все, кто берет эти хоздоговорные темы, там нет ни одного орнитолога. Более-менее путного. Да, там есть много докторов наук биологических, но у нас очень много докторов, которые на грибах сделали, на генетике сделали, и на руках рылых сделали, и так далее. Но они не орнитологи. Вы поймите меня правильно. Я всегда так говорю. У нас лучше бы, когда каждый занимался своим. У нас есть территории, где можно делать орнитологические заказники. Я неоднократно об этом говорил. Есть у нас издание такое, Союз охраны птиц России выпустил. Ключевые орнитологические территории России. Да, вот я хотела сказать. Так вот, в ключевых орнитологических территориях мы выделили территории на территории Пенинской области. Это готовые заказники орнитологические. Но кто-нибудь к нам прислушался за все эти годы? Да нет, лежит она точно так, как и будет эта красная книга лежать, вот эта монография будет лежать. Я не сторонник, конечно, брать примеры из-за рубежа, но есть такое движение бёртвёчерства. Это люди, которые наблюдают за птицами. Они не профессионалы. У них просто хобби наблюдать за птицами. И это очень сильно развито на Западе, в том же Израиле, во всей Европе, в Испании, в Англии, во Франции. Всё, пожалуйста, они там, это общественные организации, они там даже что-то делают, выпускают и так далее. Но учёные черпают оттуда информацию необходимую. А у нас из чего черпать? Вот из чего у нас черпать? Правильно, вот если вот эту красную книгу откроете, тут вот на одной странице написано и перечислено вот очень большой список школьников, школьников, которые помогают собирать орнитологический материал. Информацию об этой книге, вот об этой красной книге тоже. Я вам скажу, это школа юного орнитолога города Заречного, которую я курирую. И всё, больше опереться не на кого. Сейчас вот ещё в 66-й школе возник тоже, там Анисимова Галя, преподаватель биологии, тоже она сейчас создала, создаёт отделение Союза охраны птиц России. И она вот только приехала с отчётно-выборной конференции. И вот там они с учениками разрабатывают методики вот этой пропагандистской работы. Поле, поле непаханное. Ну вот в идеале, по крайней мере, давайте хотя бы какие-то реалии наши возьмём. На самом деле, что можно сделать? То, что поможет птицам. Конечно. Ну вот я сразу вам скажу, что поможет птицам. Прежде всего, надо чётко себя понять, птицы очень сильно отличаются в своей экологии от млекопитающих, присмыкающихся рыб. Эти животные живут на этой территории постоянно. У нас небольшая группа птиц только живёт. А все остальные у нас или пролетают, или прилетели, вывелись и улетели. То есть управлять популяциями этих животных, я имею в виду птиц, очень и очень тяжело. Поэтому есть разработанные методики, ну, например, по сохранению этих пролетных птиц. Ну, например, вам просто скажу, есть группа охотничьи промысловых птиц, водоплавающих. Это утки, нырки и так далее. Численность их за последние 20-летия или за последние 30 лет упала в 3-4 раза. Численность упала. Мы говорим, каждый год муссируется вопрос о весенней охоте. Вы извините, я против весенней охоты. Я всегда призываю, что весеннюю охоту надо закрывать. Почему? Вот птица на местах зимовки тоже испытывает пресс. От тех же охотников, от климатических условий. Всё. И вот наиболее здоровые птицы, выжившие, прилетают на места размножения и их встречают стрельбой. Раньше были охотники, или это было сословие охотников, раньше, я ещё раз подчёркиваю, которые создали заповедники. Да, да, да. Которые стали учёными-орнитологами и написали монографии, выдающиеся. Собрали огромные фондовые коллекции, написали большое количество научных трудов о необходимости защиты пернатого мира. И прежде всего, чтобы стать охотником, там проходил, в советское время проходился целый подготовительный период, когда человек соответствовал званию охотника. Когда он знал, что можно в охоте, что нельзя. Это абсолютно другие были люди. Это не современный охотник. Ну, хорошо, это было. То есть первым пунктом, я смотрю, вы заявляете, что нужно запретить весеннюю охоту. Минуточку, дальше, вот выслушайте. Конечно. Весенняя охота тоже регламентировалась определёнными требованиями, которые в настоящее время и настоящие охотники, а у меня иногда слово не поднимается их называть охотниками, а просто браконьеры, они весной стреляют во всё, что летит и всё, что движется. Ну, например, вот вам есть фоновый вид такой промысловый кряква. Она разрешена только охота с подсадной. То есть, когда вы сажаете уточку, прилетит селезень, вы в него стреляете. И совершенно другое дело, когда у нас есть такой вид ходовой охоты. Когда уток они не держат, потому что это затратно, в квартире не будешь держать. Вот. И они просто идут вдоль водоёма и стреляют во всё, что поднимается. Всё, что поднялось на крыло. А потом спрашивают «Владимирыч, а вот кого мы добыли?» Мне хочется после этого взять и... Вот вы понимаете, воспитать этих охотников, повысить их уровень грамотности и знаний об окружающей природе, наверное, всё же надо со школьной скамьи. Сейчас их уже в этот период, извините, поздно мне что-то исправлять. Но закрыть весеннюю охоту надо. Второй вопрос. Рыбная ловля. Вот, например, ну что, хорошо, рыбаки ловят удочками. Но если вы возьмёте и вот с нами хотя бы один раз проплавёте по Сурскому водохранилищу, вы увидите, он всё перекрыто сетями. И в этих сетях путаются и гибнут краснокнижные птицы. И их нам приносят потом, конкретно мне приносят. И эти сети круглый год там не снимаются. Кроме Сурского водохранилища, Селитбинское озеро, где краснокнижные виды, серощока и поганка, красношейные, черношейные, всё сетями перекрыто. Всё, буквально. Вот так, извините, вот с сохранением птиц. То есть человек много может сделать. И самое главное, самое главное, я вам скажу. Дачи, город, посёлки. Бродячие собаки. Бродячие кошки. Вы знаете, вот есть любители. Я всегда вот с ними спорю, с собачниками, с кошачниками. Вы понимаете, вот если ты держишь кошку, держишь собаку, это домашнее животное, да держи её. Но если ты бросил это животное, вы понимаете, что это бич для природы. И особенно это бич для птиц. Они выедают всё. Вы понимаете, всё выедают. Когда птица гнездится, она самая уязвимая. Разрушаются гнёзда, уничтожаются птицы. И так далее. Да они выедают всё. У нас тоже та же проблема с бродячими собаками, которые бегут из сё, где их бросают. И охотники. А охотники просто не... Они туда приезжают, легошей спускают. Пускай сами еду добывают. Прямо как в Киргизии. Понимаете, вы не безразличных людей просто сюда пригласили. Поэтому мы и хотим вам донести этот вопрос. Вы понимаете, человек много может сделать для сохранения птиц и для их приумножения. Но нужно делать. Не декларировать, а делать. Засучить рукава и делать. А у нас сейчас больше занимаются болтовнёй. Других слов у меня нет. Понятно. Но подведём некий итог. Во-первых, запрет весенней охоты. Соответственно, работа с подростками однозначно. И в камушек в огорок СМИ тоже прилетела. На самом деле, и мы тоже плохо работаем в этом направлении. Я не буду с вами спорить. Даже, может быть, с вами соглашусь. Но ещё, соответственно, чтобы люди обращали внимание на бездомных собак. Если ты заводишь собаку, извини, ты о ней заводишься до конца её дней. Давайте хотя бы на какой-то положительной ноте закончим. Всё-таки у нас на территории города открываются какие-то новые парки, скверы. Это как-то влияет на численность птиц? Нет. Нет. И тут тоже нет. Нет. Вот я могу сказать. Во-первых, Белинск – это парк имени Белинского. Это замечательный такой резерват для существования птиц. Но тут возникает опять другая проблема. Эти парки, скверы, они стареют. Деревья стареют. Те деревья, которые давали приют синицам, дятлам, всем дуплогнёздникам, у нас исчезают вот эти старые деревья. Их надо правильно, их нужно вырубать, потому что это угроза для здоровья и жизни… Население. Население, да. Если и закладываются новые какие-то скверы, парки, хотя я вот не вижу такой интенсивной работы в этом плане, то они ещё молодые пока. Они много лет не будут интересными для птиц. Деревья вот эти вот, хлыстые с тремя веточками, подросток нет, кустарников нет. А именно вот это нужно для гнездования птиц, для того, чтобы они могли там прятаться, для того, чтобы они могли находить там пищу. Это раз. Во-вторых, это возвращаясь к снегирям и сверестелям. Сажайте, пускай его сажают, рябину сажают, калину сажают больше, потому что уничтожают, сносятся территории с частными домами, с садами, при усадении под нами, которые являлись кормовой базой для птиц. Да, строятся новостройки. Вот Дальний Арбеков строится по сокоэтажке. Уже… Это вообще пусто, по-моему, там с расистикой вообще проблемы. Там вообще между деревьями вообще нету никаких кустиков. И вот разрастающий город, он отвоевывает постепенно место у пригородных лесов. И, естественно, нужно, если уж сводится какой-то участок леса, то нужно планировать так новостройку, чтобы там были какие-то скверы, какие-то… То есть должна быть компенсация. А вот этого пока тоже как-то не надо. Ну, на данный момент ситуация-то не критична, но нужно уже что-то делать. Я же не сказал, что она критична. Нет, просто по отдельным видам она критична, поэтому и издаётся красная книга. Поэтому и она побуждает людей к какому-то действию. Если у нас на территории области более 300 видов, а в неё внесено всего 60 видов, то, наверное, у большинства видов ситуации не критичны. Но тенденции, которые мы описываем вот в этой монографии, тенденции, они существуют, и их нужно переламывать. Огромное спасибо вам за интервью. На мой взгляд, беседа получилась достаточно эмоциональной, но очень познавательной. Напомню, что у нас в студии программы «Город говорит» находились ведущие орнитологи Пензенского региона. Всего доброго. До свидания. Спасибо, что были с нами.